С волчками мы разобрались, с чем еще будем разбираться. Это тот же самый сад, это в этом саду я обнаружил очень удачное дерево, именно груши, но мы уже практически все проговорили, ну была у нас такая тема, вспоминайте, просто было, надо же сейчас такая фотография подвернулась. Ну это же так здорово, груши защищают свои штамбы, ну разу либо глаза не понимают, не смыслят ничего. И вот их увеличилось стократно, этих авторов, потому что они берут готовый материал и тиражируют эту смерть, и тиражируют, и тиражируют до бесконечности. Поэтому на данный момент мы не только держим равновесие, там же идет борьба на этих самых. Вот Мерзинова Олег Олегович там рассказывал, показывал мне этот дикий совет, только не буду отвлекаться. Вот Виноградов то же самое, тоже война идет. Вот, и получается, что где бы мы не воевали, это мой брат Юрий Железов, где бы мы не воевали, вот, это такая капелька в море, что как не было садов, так и не будет. Ну вот кому мешает это дерево? Ведь все равно скажут с огущеной, ведь все равно скажут, ветки неправильные, все неправильное. Вот, посмотрите, свободный поиск, это я к тому, что это как бы я все еще студентам посвящаю, листья, желобки для стока воды. Ну когда вы это поймете, что их нельзя ни одного листочка отрезать, а не как вот это Платонова. Это их задача такая же важная, как фотосинтез, точно такая же важная. Все это, миллионные лет дерево свою форму определенную принимал, нет, его надо искалечить. Сейчас посмотрим еще немножко, может быть уже в другой раз не буду. Вот, посмотрите, 50 тысяч, 4 тысяч подписчиков. Я еще, я очень коротко, 32 тысячи просмотров. Ну, это сколько людей ни в чем не виноваты. А теперь смотрите, чему их учат. Осенью обрезаем молодую грушу. Еще не плодоносить, ее уже начали колесить. Ой, дальше ищет основание. Мы про это проходили, я уже не могу, это самое. Омолодить грушу, она еще не плодоносила. Ладно, сейчас я очень коротко. Смотрите, благодаря формированию кроны, солнечные лучи будут проходить сквозь ветки. А при хорошем освещении всех веток, полношение увеличивается. Также сквозь крону будет проходить воздух. То есть ветер должен хорошо продавать побеги, чтобы не было болезней. Сделать так, чтобы при этом не было ран на ветках и на штамбе. Можете так сделать? Дерево тебя просило, что ему нужно освещать. Оно не знает, что в нее, какое должно быть. Угол расположения должен быть не менее 45 градусов. Ну, сделайте, попробуй. У меня специально Бог посылает. Какие 45 градусов? Расщепили, что это дерево моложе было бы. Расщепилил бы ты его, но... У меня бы все вот это, он же уже, видите? Ну, про это как оно? Про побелку уже говорить не хочется, тошнит. Побелку не сажает кору, вот, на глазах, да? Я только расщепили, чтобы она сгнела, как можно быстрее. Ни малейшего понятия, ни о чем. Смотрите дальше. Их нужно отгибать. А для... Я же специально... Не специально, но у меня так подворачиваются. Ну, отогнул, ну. Получил вертикальные ветки. Следующее поколение. Не отогнул. Даст боковую ветку в следующий раз. Отогнул, покровые ветки получились сразу. Зато следующее поколение, волчки. Ну, когда дойдет, то всего два года просиди за деревом. Возьми половину там, я говорю, параноукой уже заняться, чтобы это дебилизм закончил. Сто деревьев отогнул, сто деревьев не отогнул. И чтобы они были как близнецы. Ну, это-то можно хоть когда-то. Ну, давление начинает подскакивать. Вот. И давай кромсать, давай. По-живому, по-зеленому. Ой, теперь. Еще одна глупость, о которой она даже не подозревает. Этого не подозревает никто вообще в стране и в мире. Сейчас покажу. А, Елена Александровна знает. Напоминайте, Елена Александровна Савинич. Молодой груши обязательно нужно вырезать прикорневой порсой. Это те молодые ветки, которые растут от корневой части дерева. Они мешают хорошему развитию. Мешают, да? Елена Александровна вспоминает. Фотографировала. Вот это была, это в моем саду. Это груша, которая была лишняя. Дикая. Места уже не хватало. Пришлось спилить. Но перед этим, а я так все знаю, все эти вещи я никогда не забываю. У нее вот тут росло несколько веточек от корней. И я ей все время чик, 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 чик. Это, в принципе, груша была молодая где-то лет 10. Это еще не гибель. Она плодоносила мне фотографии. Девочка собирает там груш под ней. По 10-летней 10 лет груш. Все это есть. Вот. Именно она. Но вот это я действительно каждый год проходил секатором и отрезал. И истина открылась мне под старость лет, подчеркиваю, ни молодому, ни среднему возрасту. Ей откуда это знать, вот это вот, когда она учит перерезать. Что происходит? Здесь через эти вот многочисленные раны, вот эти вот поросли, вот это. А это обычное явление. И у груши, и у кого угодно. И абрикосы, и у слив. Обычное явление. Хорошо, в метре где-то можно отсоединить, в саженец получить. Ну, я показывал выше. А здесь-то что? А здесь через раны мороз сюда полез. А за морозом грибы. Конечно, она ничего не собиралась помирать. А это же крепчайшая на свете муссурийская груша. Ну, вот вам пример чего, когда отрезать. Не допускайте с самого начала поросли. Тогда дерево будет нормальное, полноценное. А уж когда веточки полметра, метр начинается вырезание, вот этим кончается. Это мое последнее наблюдение. Вот, пожалуйста. Вот это мы проходим. Это наша практика, это наша работа. А эта практика будет не только летом, а на прошлом году у меня прошла. Вот. Это еще вся оставшаяся жизнь. Вся оставшаяся жизнь. Вот это вот, я таких, для меня это молодежь, я боготворю. Вот. Вот, пожалуйста. Только уже мне прокомментировать вот это дерево, у меня уже нету сил. Спасибо.